Привет, друзья! Вы на канале Русская Дымка. В последнее время доходят тревожные новости. Говорят, что наше правительство с нового 2018 года решило законодательно запретить нам заниматься винокурением. Я услышал это несколько раз от разных людей, прочитал несколько раз в комментариях от подписчиков на нашем канале, решил разобраться в чем дело. Разобрался, поговорил с юристами, поговорил с технологами. И сейчас результаты этих разговоров хочу рассказать вам, что же у нас происходит и как нам с этим жить дальше. В новой редакции КАП, кодекса об административных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность за владение незарегистрированным самогонным аппаратом для физических лиц. И ответственность эта представляет из себя штраф от 3 до 5 тысяч и конфискацию оборудования. Ответственность как за использование, так и за владение. А статья номер 14 Федерального закона номер 278, начиная с 2018 года, устанавливает в 20 раз меньшую норму для мощности оборудования, используемого при производстве этилового спирта. Начиная с января 2018 года, необходимо будет регистрировать все аппараты, производительность которых составляет больше 200 декалитров в год. Декалитр это 10 литров, соответственно 2000 литров в год. Таким образом с 2018 года теоретически все владельцы аппаратов, которые способны за год выдать более 2000 литров продукта, должны свои аппараты регистрировать. Регламент этой регистрации подробно описан в постановлении правительства с веселым номером 666 от 3 мая 2017 года. Так что же, все пойдем регистрировать свои аппараты? Пока все не так плохо. Пока действие Федерального закона номер 278 не распространяется на физических лиц, производящих алкогольную продукцию, не для цели избыта. Но у нас в России, как известно, от суммы до тюрьмы не зарекайся. И поэтому мы провели исследовательскую работу и выработали рекомендации для пользователей самогонных аппаратов. Так, чтобы винокуры не попадали под действие Федерального закона, который устанавливает обязательную регистрацию аппаратов высокой производительности, мы в инструкциях к нашим аппаратам рекомендуем нашим покупателям использовать аппараты с нагревом мощностью не выше 500 Вт. При этом аппараты никогда не произведут за год большего количества спирта, чем это предусмотрено по закону. Что же такое произошло? Мы с коллегами обсуждали этот вопрос. Почему вдруг в 2018 году правительство начало пытаться предпринимать такие репрессивные меры по отношению к нам, винокурам? И увидели две причины для такого развития событий. Первая из них – это, конечно же, акцизы, потому что государству выгодно продавать дорогой, не очень качественный алкоголь и всячески мешать гражданам делать алкоголь для себя хороший, дешевый и вкусный. И вторая причина – государство поняло, что отрасль наша перспективная и бурно развивающаяся и пытается сейчас взять ее под контроль. А это комплимент для нас с вами, коллеги. Так что не вешаем нос. Все у нас будет хорошо. Вы на канале «Русская дымка». Не переключайтесь, здесь интересно.